Здравствуйте дорогие друзья, приветствия и почтения. Сегодня вашему вниманию энергетические весы. Отец-абсолют практики. Читает Лора Шереметьева. Здравствуйте дорогие мои любимые дети. Сегодня мы начнем новую тему, которую назовем слияние двух миров. Почему я выбрал именно это название? Оно как нельзя лучше отражает то, что уже происходит на вашей планете. Пока немногие способны увидеть и почувствовать это слияние, но скоро этот процесс начнет развиваться столь быстрыми темпами, что не заметить его будет невозможно. Какие два мира имеются в виду? Первый это ваш привычный трехмерный мир, который сейчас вступил в заключительную стадию своего существования. Вы удивитесь, как быстро он уйдет в небытие, слившись с новым миром пятого измерения. И вот об этом новом мире мы поговорим сегодня подробнее. Я думаю, те, кто читают послания на этом сайте, уже давно понимают, что переход в иную реальность совершается здесь, на вашей планете. Но энергетически это будет уже совсем другое пространство, другой мир, в котором смогут жить только те люди, которые сумеют притянуться к нему по вибрациям. Некоторые из вас уже начинают замечать, как постепенно просачивается этот новый мир в вашу нынешнюю жизнь. У кого-то это может проявиться в едва уловимых ощущениях на физическом плане, в проблесках сознания, неожиданных видениях, интуитивных озарениях. У многих активированы все тонкие органы чувств и уже открыта восьмая чакра. Все это говорит о том, что ваше физическое тело и сознание начали преображаться, трансформироваться в новые божественные субстанции. Но все это стало возможным благодаря тому, что пространство вокруг вас имеет уже совсем другие параметры. Его вибрации поднимаются с каждым днем. Оно становится все более разреженным и, соответственно, более гибким, способным изменяться. То же самое будет постепенно происходить и с вашими телами. Чем выше будут ваши вибрации, тем разряженнее тела. А значит, со временем вы сможете придавать им любую форму по своему усмотрению. И сейчас только от вас зависит, как скоро это произойдет. Все объективные предпосылки у вас для этого есть, но многим не хватает веры в себя. И стабильности эмоционального состояния. Энергетические скачки, которым подвержены многие из вас, заметно замедляют ваше продвижение вперед. Поэтому главное, чему вам сейчас нужно учиться, это держать энергетическое равновесие. На самом деле добиться этого не так сложно. И помочь вам в этом смогут энергетические весы. Попробуйте увидеть себя со стороны в виде старинных весов. Чаши которых уравновешены энергией любви. Почувствуйте эту энергию. Найдите точку опоры, чтобы удерживать баланс. И как только возникает ситуация, способная вывести вас из равновесия, переключайте внимание на свои весы. Если вы увидите, что ваши весы разбалансированы, начинайте добавлять недостающую порцию любви в ту чашу, которая оказалась легче. Восстановив свой энергетический баланс, вы одновременно сгармонизируете и неприятную ситуацию. Конечно, предпринимая при этом необходимые действия и на физическом плане. Попробуйте, родные мои, прожить так несколько дней. Я уверен, что вам понравится такая игра и что она станет для вас палочкой-выручалочкой на все случаи жизни. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами. Приняла Марта. Вы прослушали тему «Энергетические весы». Продолжение следует... Продолжение следует...